В данном обзоре продукции компании МТМ мы рассмотрим с вами два вида ящиков, точнее три. Один будет, допустим, 20-го калибра, 12-го и вот один такой, то есть три ящика, которые построены по большому счету модульной системой, очень умно, очень хитро на основании вот этих вот матриц. Продукция очень продумана, то есть это не просто кусок какого-то пластика, да, с отверстиями под патроны. То есть здесь сделаны углубления, сделан, допустим, ряд всяких вещей, которые позволяют, во-первых, всегда ставить кассеты в ящик правильной стороной, то есть если вы как бы привыкли, что у вас правая сторона, допустим, с дробью 7,5 на утку, да, с этой стороны другой какой-то патрон, но здесь одинаковый, вы никогда не спутаете, то есть поставить ее в другом положении, перевернуть у вас не получится. Поэтому для организации патронов это, в общем-то, очень удобно. Сейчас мы рассмотрим прежде всего вот эти вот кассеты-матрицы. Я объясню, почему они гораздо лучше, чем вот эти вот матрицы, да, ну, грубо говоря, они для снаряжения. Но и патрон в них немножко, немножко болтается, скажем так. В этих матрицах очень шлотная посадка, и как видите, за счет определенных сделанных у нас пазов идет надежная фиксация, когда вы даже просто, ну, как бы, две палеты у вас, две матрицы полностью снаряжены, и они у вас не съедут друг друга, потому что все правильно продумано. Но даже в пустом положении, если посмотрите, да, то есть они даже в пустом положении занимают мало места и никогда не уйдут друг к дружке, то есть не съедут, не упадут, патроны не рассыпятся. То есть в чем прелесть этих матриц? Прелесть матриц в том, что вы можете комбинировать, то есть есть 20-го калибра, есть 12-го калибра, и когда-то я видел даже 16-го калибра. В 12-й калибр, 16-й, он вот так вот не встает юбочкой, то есть он, в принципе, может быть установлен точно так же, как и 12-й, ну, в 20-й он, естественно, как бы не влезет. В чем приятность? То есть вы как бы отстрелялись, и уже стрелянную гильзу точно так же вы помещаете в этот лоток, ну, то есть как бы если вдруг что-то не мусорить, понятно, когда с лотки у вас гильзы все улетают, но если вы попросите, допустим, на стенд или на стрельбище, это удобно. То есть поставили, оно никуда не болтается, все очень плотно, все очень классно, то есть патроны не выпадают, даже если вот так потрясти. Прелесть этой системы заключается в том, что вы, приобретя вот этот ящик или вот этот, вы можете комбинировать, допустим, взять один лоток 12-го калибра, взять лоток 20-го калибра, ну, вдруг у вас два ружья или там товарищ тоже с 20-кой, или приобрести их дополнительно, да, и, допустим, вот у вас какая-то охота, и уже снаряженная, допустим, матрица с патронами лежит в сейфе, в ящике, допустим, другие две матрицы со снаряженными патронами под различные варианты, и вы очень быстро, просто открывая ящик, доставая кассету с ненужным вам калибром, точнее, с ненужным вам номером дроби или пули, и что у вас там будет, заменяйте ее на то, что у вас стояло в сейфе, быстро, красиво и хорошо, зная, что у вас вот в этой, то есть эта система, она очень упрощает на самом деле организацию, мы рассмотрим на примере моего бокса, вот этот DryBox, то есть я покажу, как я его пользую, то есть на протяжении уже не одного года, я очень доволен им, какие возможности он позволяет, в общем, для организации, ну, оптимизации данного вопроса. Данный DryBox, он представляет собой емкость, которая у нас защищает содержимое от пыли, влаги, дождя, то есть здесь всегда будет сухо, всегда будет защищено, воды выполнены таким образом, что дождь, он даже не будет идти у вас в паз, в котором, опять же, у вас полностью прокладка, о-ринг, то есть по всему периметру, он просто будет скапывать с этой крышечки и все, то есть очень будет тихо, хорошо, то есть в лодке где-то, это очень удобно на самом деле. Очень надежная защелка, которая очень хорошо его закрывает, то есть посмотрите, раз, и уже крышечка у нас приподнялась, еще раз показываю, раз, приподнялась. Дальше мы открываем, видим по всему периметру прокладку о-ринг, ответную часть, то есть она обязательно впивается здесь, и в снаряженном состоянии вы видите, какой функционал она позволяет, то есть на самом деле здесь два снаряженных лотка, и вы можете взять еще какую-то пачку патронов стандартную, у нас 25 патронов, то есть этого ящика хватает, какой-то монокуляр, какие-то дополнительные вещи, которые вам понадобятся, допустим. Вдруг чего случится другого калибра пачки, и мы имеем кассеты, то есть кассеты 12-го калибра, то есть быстрая замена, она у нас осуществляется вот таким образом. Теперь у меня 12-й, 20-й калибр, и еще сверху можно вложить все, что хочешь. При закрывании этого ящика прямо слышно, как выходит воздух. Данный ящик, он может вместить в себя 150 патронов, абсолютно легко и просто. Вот, я поднимаю ручку, крышка не прогибает. За счет чего? Сейчас в этом ящике у нас помещены 3 лотка. Видите, да? Раз, два, три. Кажем. Третий внизу. То есть если уж совсем такой функционал, он тоже позволяет. За счет чего не ерзает верхняя пластина, то есть верхняя матрица. Опять же, и за счет вот этих вот, получается, углублений и пазов, которые фиксируются. То есть видите, да, в снаряженном состоянии, у нас просто красота. Есть еще один большой бонус. Если вам нужен просто открытый ящик и крышка, в каком-то случае для вас, она мешает. Вы можете ее демонтировать. То есть петли, они здесь позволяют быть легко и быстро демонтированы вот в этом положении. Все, крышка у нас уходит куда-то в другое место. Она вообще может служить нам лотком. То есть на нем что-то можно положить, разложить. В таком положении мы можем еще больше расширить функционал. Ставим еще одну матрицу, допустим, там с 16-м калибром или с 20-м. В таком положении у нас тоже идет фиксация. Это приятно, удобно. То есть функционал широкий. На самом деле, это вопрос, как можно сделать ящик настолько функциональным. Оказывается, ребят, можно. Крышка ставится очень быстро, на свои места. Раз, два. Ящик закрыт. Все красиво. Если мы, допустим, рассмотрим его собрата, который идет не по системе Powering, то есть это не Drybox. Да, у нас здесь приятный бонус. Пять патронов сверху. То есть мы можем, они очень плотно сидят. То есть посадка классная. То есть даже если вдруг вот как-то так, да, произойдет, то есть патроны не выпадут у вас ни в коем случае. Для чего нужны эти пять экстра патронов? Другой номер дроби. Или картечь. Ну, сами знаете, бывает всякое. Хочешь, там, вышла не та леща и так далее и тому подобное. Ну, не будешь ты перерывать это все там где-то искать. А так они у тебя по-другой. Ты знаешь, допустим, два вот этих всегда вот с таким номером дроби. Эти, допустим, там, картечные, да. Быстрый доступ. Тут классно взял. Супер. То есть, ну, это бонус, как бы его здесь не хватает. Я бы еще, конечно, добавил бы вот эту вот посадочку. Вообще было бы красота. Значит, здесь защелка попроще. Он выполнен не схемой drybox. То есть у нас нет прокладки по периметру. Заметьте. У нас только верхняя крышка находит на паз. Ну, то есть в случае дождя она тоже скапывает. Ну, скажем так, на 100% ненадежно защищает нас от влаги. Внутри мы видим те же самые отсеки, те же самые кассеты. То есть берем мою кассету, уже старую пыль, да, просто вот ее все оберем, совмещаем все пазы, и она становится. Соответственно, другая кассета так же само встает, ящик закрывается. То есть быстрый, удобный доступ. Обрудаем ручкой для переноса. Опять же, ничего не прогибается. Все надежно. Возможно, сверху положить еще какой-то полезный, нужный вам груз. Видим, что место крышки позволяет сделать вот это. Какой интересный функционал есть у этой схемы еще. На примере вот этого ящика, допустим, вам необходимо всего один лоток. Вуаля! У нас под этим лотком размещается спокойно любая ручная кладка, ну, там вдруг какие-то вам вещи. Может быть, коробки с какими-то сборками, да, индивидуальными, или просто коробка с патронами 25 формата. То есть все, что ниже вот этих вот опорных бачков, у нас там помещается, и нет проблем. За счет того, что мы разворачиваем нашу матрицу, она у нас фиксируется в ящике, не касается этих вещей, закрывается, и вуаля, все прекрасно. То есть, мало того, у нас еще и остается место для того, чтобы положить какие-то вещи. В эту же матрицу мы при случае, там, при возможности, имеем такую возможность поставить остыленные гильзы, если они сохранились. Опять же, закрыть ящик, и у нас прям все прекрасно. То есть, абсолютно такой же функционал у нас имеет и этот драйбокс. То есть, у нас сейчас какие-то посторонние вещи, которые нам нужны. У нас установлен лоток на 50 патронов. Он нормально зафиксирован, потому что он на опорных бачках находится. И, при желании, у нас здесь располагается даже стрелковые наушники спокойно сюда поместятся. То есть, у нас еще одна пачка патронов сторонняя, еще одна. Вот такая с какими-то сборками. То есть, очень функционально сделали ящик. То есть, сам под себя строишь то, как тебе нужно в данной ситуации. Вот просто прекрасно, ребята. Днище ящика у нас оборудовано ребрами жесткости. Пластик хоть и вторичка, но очень достойно сделан. Всем рекомендую для покупки.